МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Физкультура для всех и для каждого. Здоровые дети и с ограниченными возможностями покоряют спортплощадки. Триумфальное шествие баскетбольной Самары. Они лидеры Суперлиги и обладатели Кубка страны. Почти 90 лет в футболе. В Самаре чествуют игрока и тренера Виктора Карпова. Удачный старт. Крылья советов начинают весеннюю часть чемпионата страны по футболу с ничьей. В ничью сыграли крылья советов на старте весенней серии матчей чемпионата страны с Эренбургом на Самаре-арене. Они показали интересный и зрелищный футбол с героями поединка. После матча встретился мастер спорта. Игра для крыльев советов не задалась с самого начала. Проходит 20 минут и вот уже судья назначает пенальти по их воротам, а затем и вовсе дает красную карточку. С поля удаляет сербского защитника Сарджаном Мияловича. Но похоже это решение рефери только раззадоривает футболистов Самарского клуба. На 42-й минуте они забивают мяч 1-0. Успех надо закреплять, но сенсации не случилось. Шанс выиграть у Оренбурга в меньшинстве крылья упускают. Все ждали игру, готовились. Несколько месяцев без футбола. Все ждали очень эту игру, были рады. Как раз таки вот первые минуты, я думаю, после перерыва были рады. Но потом случилась пенальти красная карточка. Все были в шоке. На самом деле я тоже не понял, почему красная. Вроде бы желтая. Ну, без разницы, так случилось. Играли, вытащили пенальти, играли по счету, понятное дело, вторым номером на контратаках. Забили свой гол и не хватило 3-5 минут. Двоякое ощущение. Вроде бы в десятером неплохо играли. И я думаю, если перед игрой так сказать, что в десятером будем играть за 20-й минут и в итоге выставим мячу, они на пенальти еще не забили, то, может быть, согласились на это. Но на самом деле, как шел матч, забили гол. В принципе, старались. Ребята молодцы. И был еще момент. Можно было убивать интригу где-то в середине второго тайма. Во втором тайме Оренбург усилил натиск на ворота крыльев Советов. Но самарскую команду спасала то перекладина, то филигранная игра вратаря Евгения Фролова. Однако гости добились успеха. За пару минут до конца основного времени счет сравнялся 1-1. Дополнительные три минуты не изменили счет в матче. Весеннюю серию игр крылья Советов начинают, набрав очки. Однако этот успех не позволяет самарцам подняться вверх по турнирной таблице. Они по-прежнему на предпоследнем 15-м месте. А это прямая дорога в более низший дивизион чемпионата страны. Футбольную национальную лигу. Как это было уже не раз с самарским клубом. В Самаре чествовали известного футболиста и тренера крыльев Советов Виктора Карпова. На стадионе «Металлург» прошел 14-й детский турнир в его честь. 93-летний ветеран спорта на открытии соревнований приехать не смог. Проблемы со здоровьем. С друзьями и фанатами талантливого футболиста интервью записал мастер спорта. Футбольные матчи 14-го областного турнира на призы Виктора Карпова проходят сразу на двух спортивных площадках. 8 команд из Самары, Тольятти, Сызрани, Жигулевска, Отрадного и Сергиевска поделены на две группы. Две команды, показавшие лучший результат в отборочных соревнованиях, сыграют в плей-офф, а затем поборются за призовые места на пьедестале почета. Турнир для 12-летних футболистов проходит на стадионе Менталург. Спортивная арена родная для известного самарского игрока и тренера крыльев советов Виктора Карпова. Его приглашали играть к себе «Спартак», «Зенит» и «Динамо». Он выступал за эти команды на международных клубных турнирах, но оставался верен одной команде. Первый матч за крылышки Виктор Карпов сыграл в далеком послевоенном 47-м году, а в 51-м он с командой занял четвертое место в чемпионате Советского Союза. Еще через два года играл в финале Кубка страны, был капитаном сборной команды СССР, дружил с Львом Яшиным и Эдуардом Стрельцовым. Я еще не видел, по крайней мере в Самаре, более увлеченного человека именно футболом. Видимо, как говорят, это в крови у него. И до сих пор, когда приезжаешь его, поздравляешь, у него телевизоры, постоянно какие-то там футбольные игры, понимаете. Вроде как бы человек уже в возрасте, уже какие-то, может быть, другие интересы, а его интересует только футбол. Сыграв за крылья Советов 266 матчей, Виктор Карпов после завершения карьеры стал главным тренером самарской команды. Привел ее к победе в чемпионате РСФСР в 64-м, и в этом же году команда сыграла в финале Кубка СССР. Ветераны самарского футбола те времена вспоминают с ностальгией. Виктор Иванович Карпов, это мой тренер, который дал мне жизнь в большой спорт, где я начал карьеру профессиональную. И на протяжении где-то 11,5 лет я играл за команду профессионалов. Я очень, не то что благодарен, я, ну, просто преклоняюсь перед такими людьми. Кубок Карпову впервые прошел на 80-й юбилей прославленного футболиста и тренера. Он многие годы открывал соревнования. После финальных матчей вручал призы юным футболистам. В этом году эта традиция прекратилась. Ветерану спорта 4 марта исполнилось уже 93 года, и он по состоянию здоровья не выходит из дома. Но по рассказам друзей, Виктор Карпов продолжает болеть за самарский футбол. А баскетболисты Самары выиграли наиважнейшие матчи этого сезона. На родном паркете они в упорной борьбе одолели гостей из Владивостока. Команду «Спартак Приморье», которой до этой встречи возглавляли турнирную таблицу чемпионата страны. Самара была второй. За напряженным матчем наблюдал мастер спорта. Вулкан эмоций и переживаний подарил болельщикам матч между командами «Самара» и «Спартак Приморье» из Владивостока. Победа самарцев позволила поменяться соперникам местами на вершине турнирной таблицы чемпионата страны. Самара теперь лидер Суперлиги. А начинался триумф спринтерским стартом в первой четверти. Разница в счете была 15 очков. Но затем «Спартаковцы» вернулись в игру, и первая сирена зафиксировала на табло счет 22-14 в пользу Самары. Настроились очень хорошо. Поэтому вначале прям давили, сжали, все получалось, все были заряжены. Видимо, потом немножко подрасслабились, а Владивосток как раз почувствовал то, что может нас победить. И у него уверенность появилась. Во второй четверти дела в атаке у самарцев пошли не столь весело. Приморцы наоборот. Продолжили погоню за соперником. Удерживать самарцам лидерство помогали трехочковые броски. Но и они в какой-то момент не оправдали надежд болельщиков. «Спартак» вырвался вперед 35-36. И все же на перерыв. Самара ушла лидером 42-39. Хорошая игра, накал, достоин игры плей-оффа. Моим парням я только благодарен за такую самоотдачу. Всемиром мы бились против команды, которая претендует на самые высокие места во всех турнирах, в которых она участвует. Непримиримая борьба двух лидеров чемпионата страны по баскетболу продолжилась и во второй половине матча. Вперед вырвалась то Самара, то «Спартак» из Владивостока. Кто выиграет эту принципиальную встречу, было неясно до последних секунд. При счете 77-76 в пользу самарцев Владимир Печкуров встает на линию штрафных бросков и дважды попадает в корзину. 79-76 – эмоциональная победа Самары. Молодцы, тяжелая игра. С этим соперником так и должно быть. Легких побед над ними не бывает. Они лидеры чемпионата. Да, мы сейчас выиграли в данный момент. Мы лидеры чемпионата. Ну, равные по классу. Ну, чуть-чуть другим стилем они играют, поэтому мы должны были приспособиться. Следующий матч Самара проведет на родном паркете 12 марта. В четверг пройдет второй решающий матч финала Кубка России. Соперник – темп Суимзе УГМК из города Ревда Свердловской области. Не прошло и недели, как Самара принимала на родном паркете соперника из города Ревда Свердловской области – темп Суимзе УГМК. На этот раз на кону был Кубок страны. Вторую решающую игру финала покажет мастер спорта. На второй матч в Сирии гости приехали в Самару, имея в запасе три очка. Поэтому и первую четверть они начали в роли лидеров, накидав в корзину 13 очков против шести у соперника. Но хозяева нашли в себе силы вырваться вперед. 19-17. Итог после первого раунда. Все ребята старались, бились, выкладывались. Все были заряжены. Хороший для нас результат. Во втором периоде Самара продолжала нагружать темп трехочковыми попаданиями. Но гости не сдавались до последнего. Периодически вырывались вперед. Однако на большой перерыв Самара ушла в плюсе по сумме двух матчей на одну очко – 41-37. Эта команда заслужила как минимум место в ВТБ с болельщиками, с инфраструктурой. Надеюсь, что здесь построят хороший большой зал и команда будет участвовать. Считаю, что должно быть большее количество участников в лиге ВТБ. Опытные ребята в Самару попали сложные, где-то трехочковые, очень высокий процент. Да, ну это и сказалось на результате. Основательно отдохнув и набравшись сил не только физических, но и эмоциональных, Самара устремилась вперед за Кубком России по баскетболу. Расстрел кольца заводчан шел с разных позиций и флангов. Импровизация самарцев не знала границ. В результате третья четверть закончилась разгромом гостей 69-49. Самара поймала кураж и не могли мы ее уже остановить после этого. Забивали сложные броски через руку на последних секундах. Пока они смотрятся постабильнее нас в чемпионате. Так что, мне кажется, тут 50 на 50. Нет такого, что кто-то был лидером изначально. Потому что финал это всегда другая игра в любом случае. Оправиться от такого удара темп из ревды уже не смог. Они начали ошибаться и в атаке, и в обороне. Чаще промахиваться. И в итоге последние 10 минут матча Самара доигрывала в роли обладателей Кубка страны. Большой приз клуб выиграл впервые за свою историю в большом баскетболе. Финальная сирена зафиксировала победный счет в 86-69. Мы по этапу нашли к этой игре вообще в кубке. И перед нами были поставлены задачи, чтобы выиграть кубок. Были удачные игры, неудачные. Но мы перебороли себя. И сегодня доказали, что мы по праву являемся обладателями Кубка России. И это историческая победа для этого клуба. Это вдвойне приятно. Лучшим игроком матча и всего турнира Кубок России стал защитник Самары Владимир Печкуров. Золотые медали и главный трофей победителям вручали представители Российской Федерации Баскетбола Светлана Гюр, президент Федерации Баскетбола Самарской области Владимир Аветисян и зам предправительства Самарской области Александр Карпушкин. А уже в раздевалке баскетболистов по телефону поздравил Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области. Спорт для всех. Дети с ограниченными возможностями здоровья приняли участие в городском спортивном празднике. Он прошел на стадионе «Торпедо». На финише участников встречал мастер спорта. Зимний старт и городской спортивный праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья прошел на стадионе «Торпедо». Сюда приехали сборные команды со всех районов Самары. Для одних это первое соревнование, а для других это просто развлечение, выходной день. Я все, я ходил в соревнования, в первом месте на год. У Руслана Гюлумова проблемы со слухом, однако это не мешает ему побеждать на соревнованиях по гольфу и плаванию. Вот и городской спортивный праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья пропустить никак не мог. Ради удовольствия с одноклассниками из 117-й спецшколы прошел все аттракционы. Тренер Татьяна Леонтьева уверена, физкультурой и спортом могут заниматься все, вне зависимости от состояния здоровья. У меня пять человек, которые имеют спортивные разряды. Мы постоянные участники первенства России здесь у нас в Самаре, которая проходит на территории школы-интерната номер 117. И дети, которые проходят через занятия физкультурой и спортом, они намного быстрее реабилитируются в этой жизни, они социализируются, они после школы нашей выходят полноценными гражданами нашего общества. Спортивные праздники для детей с ограниченными возможностями здоровья традиционно проводят городской спортивный лагерь «Олимп». Каждый сезон на таких площадках школьники приобщаются к здоровому образу жизни и физкультуре бок о бок со здоровыми детьми. Это нужно делать, во-первых, а во-вторых, ребята очень активно участвуют всегда и показывают очень хорошие результаты. Это очень хорошая социализация для ребят, и они участвуют вместе с обычными детьми и становятся здоровее, веселее и живут полноценной жизнью. Безусловно, Департамент физической культуры и спорта уделяет огромное внимание для того, чтобы для лиц с ограниченными физическими возможностями были в нашем календаре предусмотрены спортивные соревнования. Самарским паралимпийцам скучать не приходится. Турниры по разным видам адаптивного спорта проходят в городе круглый год. Нужно только успевать переобуваться. К примеру, из лыжных ботинок – футбольные бутсы. А на сегодня это все, но это еще не финал. Мастер спорта еще покажет все самое интересное, что происходит в спортивной Самаре, но уже через две недели. А я Сергей Кизоркин, и помните, любите спорт и занимайтесь физкультурой. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok